добрый день уважаемые любители шахмат ну тут уже заспамили мне личку по поводу того что я опять сыграл на ческоме я играю на ческоме как видите достаточно редко предыдущей партии 25 апреля ну в общем на страничке за месяц и сыграл меньше чем 20 партий тут я игра в матче николаева против киева против меня играл игрок и его забанили сразу же в день партии кто это это даниил белецкий мастер спорта из киева с рейтингом 2 250 в общем очередной раз извините когда очень сложно сказать очень слабо я играл ли был очень сильно играл соперник поэтому я не буду в данном видео разбирать эти две партии также не буду рассматривать партии с этого свежего аккаунта и не буду рассматривать партии с предыдущего аккаунта хотя были партии против международного мастера и против мастера фида которые были выиграны с большой точностью если я буду докапываться до каждой партии миллион лет пройдет так что возьмем презумпцию невиновности скажем что на этих двух аккаунтах все партии он разыгрывал самостоятельно и перейдем к рассмотрению партии последнего к опять таки я не буду ничего говорить в этом видео по поводу того кто является мой оппонент вы сами сделаете вывод по данным партиям и так мы видим что у даниила белецкого рейтинг в районе 2 500 нормальный рейтинг до мастера в 15 лет это очень хорошо но затем мы видим плюс минус партии идут и тут резкий вот начиная с этой партии резкий рост силы игры мы видим 2 472 рейтинг серия побед одно поражение и последняя партия тоже в игранной позиции поражение и рейтинг 2 623 был набит в серии этих партий я просто буду демонстрировать эти партии буду включать движок останавливаться возможно на интересных моментах вывод по поводу того насколько честно данный игрок играл в этих партиях сделайте сами также некоторые мне говорили прежде чем я снял это видео у него родственник дедушка там депутат ну если идти по такому подходу чтобы закрывать на их глаза таких игроков если у них кто-то из родственников друзей и так далее мы никуда не дойдем поэтому смотрим просто партии выводы сделаете сами так первая партия здесь была сицилианская защита последовал ход c4 принципе очень точный первая линия кстати обратите внимание на то как делаются хода большинство ходов 3 4 5 секунд на это обратите внимание и так размен и вот в этой позиции сон е6 достаточно точный ход нападаем на пешку первая линия конь d2 оказывается очень пассивным ходом водя d8 продолжаем инициативную группу без пешки е5 оказался не точный ход конь h5 g3 ну следующий ход f6 наверное многие бы сделали потому что король находится в центре вскрываем позицию ну вот чем бит на f6 очень сложное решение если честно слоном может ударить может водей на приходе делается ход конь f6 водя b1 слон f5 ну водя b1 оказался ходом вообще не туда и черные атакуют пешку четко увидели этот момент что и после этого пешка теряется в теряется также следующая пешка и тут очень сильный тактический удар тоже 10 секунд времени но находится конь е4 как видит тоже первая линия после этого тоже ну слон под боем пешка на а7 под боем но нет следует ход слон d5 кстати тоже первая линия и дальше следует ход g5 ну в принципе тоже ход очень конкретный теперь смотрите пешка на b2 забирается я бы подумал в такой позиции может быть пешка на а7 под боем нет это неважно потому что сейчас есть ход слон c3 очень четкий кстати обратите внимание первая линия и очень четкий ход g4 после чего на е4 мы забираем фигуру у нас лишняя фигура и также обратите внимание на добивающий этап партии ну лишняя фигура выигрывается по разному первой линии h5 следует водя d2 с угрозой слона f5 тут ход короля всем извините я не смогу понять вообще почему не слон f5 ну ход короля всем является первой линией ну и белые сдались очень хорошая партия в исполнении черных следующий тур здесь я большинство партий где были дебютные миниатюры отбросил где либо где-то что-то зевнули ну две оставил потому что тут скандинавская защита дебют достаточно сложный и d5 следует очень точный ход конь b4 и видим что ход a3 хоронит черных белые делают эти оба хода с интервалом в 5 секунд и те же единственный ход который хоронит черных это слон b5 надо днем 5 секунд задумался король d8 слон c4 оказывается что теряется конь ферзь c5 слон d5 тоже видите что если так не сыграть то перевес исчезает конь d5 слон e3 и потерялась фигура ну дальнейшая часть партии нам не интересно просто ради интереса мне интересно где тут была новинка в данной партии мы видим что начиная с хода а3 это была новинка и все было по первой линии кстати против этого варианта у меня в базе записан ход конь b5 ферзь b6 и c4 слон f3 ферзь f3 конь d4 конь d4 ферзь d4 ферзь b7 и белых большой перевес ну мы видим что оказывается если включить движок то d5 это намного сильнее чем конь b5 то что я рассматривал вот тоже обучился новой информации для себя хотя если честно вот эту вот позицию черным играть вообще не хочется если когда вы увидите следующая партия здесь тоже мастер играет конь d5 очень четкий ход и вот в этой партии я хочу обратить внимание на следующий момент слон d7 какой-то фантастический ход мы видим что первая линия была конь d7 на малой глубине еще раз вернулся к этому и черные сыграли слон d7 но это мисклик явно ведь черные хотели сыграть конь d7 и сейчас фора все-таки огромная белые играют видите недостаточно точно слон бьет е5 будет намного сильнее следует ход слон c6 и размен уже всего лишь плюс 2 и теперь постепенно белые продолжают пускать ошибки обратите внимание на ход водя b8 большинство людей сыграл бы конь е5 не задумываясь ну какая-то микровыгода b3 следует ход конь е5 слона 7 водя b4 тоже очень четкий переход конь идет на f3 забирается пешка на h2 и уже равенство ну белые играют достаточно логично ведут пешку вперед следует водя h8 король f4 видим ход конь f3 очень четкий после которого черных выигран а7 h2 слон е7 но это уже от безнадеги король е7 дальше король идет на f6 тоже видим что был выбор но самый точный ход и конь же один точнейший ход после чего пешка превращается надо отметить конечно что этот ход напрашивается это перекрытие но тем не менее как и над другими ходами было потрачено около пяти секунд следующая партия видим что тут была снова разыграна скандинавская защита раз уже черными и черная уверенно забирает пешку на b2 это очень смело скажем игра и дальше конь а5 ходят c1 оказывается очень плохим ходом надо было что-то другое делать слон d7 конь c3 конь c4 слон c7 водятся 8 обратите внимание что тоже пока черные попадают абсолютно каждом хода в первую линию слон а4 тоже очень хороший ход конь f4 конь f4 слон b5 мы хотим напасть на воде f1 тоже очень четкая игра водя b1 конь b2 конь g5 слон f1 слон f1 водятся 2 тоже может показаться что нас атакуют там слон f6 надо сделать защитных вот я первая линия от c2 мы сами идем в атаку конь f7 и оказывается что вот эта вот жертва вообще не страшна тут мы играем водят 8 c4 потому что мы знаем что тремя фигурами за атаковать соперника невозможно давайте рассмотрим все это дальше белые сдались потому что просто у них нет води очередная замечательная партия в скандинавской защите теперь рассмотрим партию еще одну здесь был дебют достаточно нестандартный панциане который перешел как это называется я уже не помню но не важно в общем черные здесь сыграли очень амбициозно смотрите начиная с хода ферс h5 белые как сильно играют это же в конце партии покажу где новая позиция возникла слон е2 защитились от угрозы черный град слон d6 h3 ну и это человеческая идея пожертвовать фигуру во многих позициях это работает но не в данной слон f1 слон g2 защитились h5 и очень четко конь е5 мы стремимся к разменам обратите внимание тоже время потрачено обдумыванием каждых исходов теперь давайте сделаем перс h5 новинка и начиная с этого хода белые тратя 5 секунд на ход играли идеально ну что ж очередная очень хорошая партия от белых и теперь вот это вот совсем интересно потому что даниил подумал что он уже очень сильно может играть когда сыграл предыдущие партии и вот он играет против мейстера кайзер соза кто такой кайзер соза это гроссмейстер павел ильянов ну давайте рассмотрим как побеждать третьего финалиста кубка мира моему это очень хорошо надо аж 4 начать почему бы нет павел ильянов подумал что баловство и решил тоже побаловаться подвинуть пешку а потому что играет против шахматиста с рейтингом d500 почему бы нет нет но павел не ожидал что будет дальше так уйдя б1 четкая первая линия b6 ферз d3 тоже очень четкий ход развязываемся первая линия и тут чтобы вы сделали а бы например е5 сыграл не задумалась но нет конь аж 2 четкая первая линия е5 чтобы получить преимущество двух званов и d5 тоже очень интересно мы получаем преимущество двух сынов и потом добиваемся закрытия позиции но в шахматах ничего не понимаю сразу же говорю когда вы смотрите эти видео у меня понимание на очень низком уровне я вижу хода молодых шахматистов и я вообще не понимаю что происходит думаю что более квалифицированные шахматисты посмотрят это видео смогут сказать возможно хода черных достаточно заслуживающим вернее хода белых здесь заслуживание но f3 мы забираем пешку почему бы вторую пешку не забрать ладья g8 ферзь d2 король f8 и g4 скрывая игру с этим мы видим что этот ход не является первой линией так что это очень интересная идея h5 ладья g8 и ферзь f2 g3 и ферзь g2 какие интересные маневры ферзь не совсем понятные дальше следует слон h6 король e8 конь b5 слон g5 слон g5 слон g5 ладья g5 ладья h3 оказывается что пешка на g3 падает черные ладья g7 ладья g3 ферзь h4 король f2 король e7 и ферзь h3 мы видим что если бы этого хода не было у черных возникла бы опасная контрыгра и черными павел ильянов ошибся надо было ферзь g3 играть но он разменялся с этого слона f5 и дальнейшая часть партии это очень четкая реализация перевеса в принципе позиция не такая уж и сложная так что давайте рассмотрим хода без особых моих комментариев ну что вот допустим тут конь d8 какой-то ход ну это уже не человеческая игра начинается тут очень четкая правильная реализация и павел сдался потому что пешка b6 теряется пешка пройдет ферзи ну что ж мы думаем что тут павел сам виноват не надо играть на h4 a5 и перейдем к следующим партиям мы знаем что данил билецкий очень хорошо разыгрывает волжский гамбит очень интересная линия кстати эта линия насколько я знаю ведет к полному коллапсу позиции черных после ходов е5 конь е8 и h4 я это анализировал сделал такой вывод что тут черные погибают но белыми играют все таки неизвестны мне мастер фида он сыграл свон е2 ну если противорского гамбита играть не конкретно черные получают что хотят они выходят на игру такая вот позиция грабель на черных тир давайте рассмотрим играбельно надо играть очень точно вот это же очень точная игра начинается с хода ферса 6 нж 5 размен ферзей и черная игра от сон бьется 3 очень точный ход bc ладья f5 c4 ладья a3 мы видим что пока черные извините ладья 4 пока черные играли очень хорошо потому что белые не дали такую возможность то что вы видите плюс единицу это не имеет значения позиция очень острая и белые ходом король d3 все портят пешка на f2 конечно теряется h4 и теперь давайте посмотрим как добивать позиция вроде бы выигрывается разными способами просто посмотрите какой сейчас последует замечательный мат может показаться что черные сейчас играют конь g7 нет что происходит водя идет на а7 кроль уже в коробочке на ход а4 следует замечательный вот конь g4 наводя f1 конь f2 перекрытие кстати обратите внимание что 5 секунд вот конь g4 потрачен и в этой позиции черные нашли тоже мат 2 хода вы попробуйте найти может тоже тренировка конечно вы можете увидеть концовку дотации ну постарайтесь там поставьте ученикам или сами попробуйте эту позицию сами видишь что они все за пять секунд нашел был найден отход и мат в один ход конь d8 искался еще пять секунд то что ж браво очередная замечательная партия так перейдем к следующей так тот же соперник ну и теперь рассмотрим вариант найдерфа черные очень странную линию применили не знаю такую h3 а4 тоже вот когда делаются вот такие хода я понимаю что я вообще шахмат играть не умею переход сыграл с фланга на фланг который следует с интервалом в 7 секунд слон е3 а5 белые зажали теперь играют f4 кстати мы видим что тут партия такая что ход f4 явно не оценивается компьютером слон d4 h4 следует жашку не 5 конь h5 конь h5 ферзь h5 g6 ферзь g5 тоже очень точный ход обратите внимание что другие отступления ферзем много проигрывают силу ради того чтобы ферзя перевести на g3 спросите разницу между ходами ферзи 3 и ферзи f4 я ее не отвечу король h7 вводя е1 подводим последнюю фигуру к атаке вот тут начинается атака с интервалом 6 секунд на ход h5 g на слон е4 король g8 король h2 h4 ферзь g2 вводя f8 вводя f5 конь g6 вводя h5 слон бьет d4 и очень четкий мат слон g6 ферзь е1 и черные не видели наверняка мат мат очень простой даем шаг 5 секунд на это потратить надо и слон вступает на любое поле осмата очередная замечательная партия следующая партия ник юфиш не знаю кто это такой тоже вариант найдер и смотрите тоже человек свона ставит на d7 видимо это новый тренд найдер и тут смотрите тут уже не а4 следует а конь а4 очень конкретная игра с идеей забрать этого слона дальше f4 c3 такой очень четкий ход ладят c1 ладят d8 ферзь c2 d5 подрыв черный проводят я задумался в этой позиции очень долго бить вскрывать игру у нас все-таки два слона но нет белые е4 е5 играют очень быстро за 4 секунды и дальше конь d4 наград на данную структуру ферзь f2 слон c5 водят d1 слон d4 cd ну то есть в таких позициях вроде бы у черных есть контр игра но белые сразу же идут в атаку f5 и черные грубо ошибаются еф и получают g4 вот замечательно по моему найти эти два хода подряд с интервала в 5 секунд взяли кстати над ходом ферзь f4 тоже зачем-то 4 секунды думал ну наверное интернет лагает f6 е6 конь b6 g5 f5 и здесь следует ход е7 ферзь бьет f5 g6 черные пытаются с последних сил защищаться но тут следует достаточно простая тактика ферзь f8 кстати интересно почему над ходом воде f8 вздумался на 6 секунд потому что еф явно уже по материалу и черные сдались я устал уже рассматривать эти партии но все-таки давайте рассмотрим еще несколько примеров потому что обычно ческом по одной партии не банят он банит по своим алгоритмам если большое количество партий любовь гордюк я не знаю кто эта шахматистка в общем начиная с этого момента давайте будем смотреть эту партию подробнее водя d1 точный ход дальше по cb6 следует замечательный подрыв c5 ну какое хорошее видение доски все-таки pc конь a4 король е7 конь е5 размен и пешка на а2 забирается ну это уже отчаяние видимо со стороны черных водя бьет f6 тоже благодаря серии ходов черная проиграла смотрите как четко добивают их водя 1 тоже многие шахматисты бы какие-то шахи дальнейшие искали но водя 1 мы нападаем на свона и забираем мы спокойно очень хорошо видим что водя d1 свон возвращается в защиту ну что ж оставшиеся часть партии не интересно в очередной раз право право белые играли очень сильно теперь рассмотрим партию кто это фарзат такой ник по-моему то международный мастер или нет нет это мастер фида играет черными из арана так следует испанская партия вариант кстати обратите внимание на хода слон е3 конь е2 гудини так считает что надо играть другие движки другие расстановки предлагают ну ладно первоначальная часть партии нам не так интересно потому что это дебют и закрытая пешечная структура вот ход конь 1 d2 очень странно потому что ну движок как видели только что на малой глубине этот ход ставит на первую линию мне он вообще не поняли то есть бы его пришли конем на f1 и возвращаются обратно дальше а4 ну а4 это человеческий ход и мы понимаем что к нему оказывается уже лучше находиться согласно движку на c4 и тут b4 проводится чтобы вскрыть игру обращаю ваше внимание когда вы играете в шахматы против движка вы если вскроете одну линию вы уже проиграли если играете вблизь это факт почему потому что открытая позиция движки тут намного сильнее начинают играть потому что всяких тонкостей связанных со структурой нету так размен и черные пытаются пойти в атаку ну очень точный ход ферзь c2 можете спросить идею этого хода я вам не скажу это защита какая-то от взятия на e4 иначе там наверное проблемы были бы связаны с рентгеном нового дела 1 и мы видим очень четкий ход ферзь h4 все эти хода находятся обратите внимание вот ферзь c2 находится за пол секунды вот ферзь е4 делается целых четыре секунды ходов ферзь h4 тоже четыре секунды хотя наверное когда играете ферзь c2 перевод ферзя на h4 должен быть уже в голове потому что иначе черных появляется контрграйтер давайте посмотрим окончательно часть партии воде 3 ферзь c2 воде 3 ферзь b2 и тут смотрите какое видение доски вот я такие шахматы никогда не смогу играть я честно говорю водя 6 следует одна секунда водя бьет а6 конь g5 одна секунда король h8 вы еще не поняли наверное но водя на 6 потеряется конь g6 8 секунд почему-то ферзь g8 ой извините король g8 ферзь c4 по моему браво вот увидеть ход водя 6 вот этот вариант просчитать четырехходовый что водя теряется ну вне всяких похвал игра белых в общем в итоге у белых лишняя фигура черные тут ферзь f5 зевнули ферзя ну ладно этом партия можно закончить и теперь рассмотрим следующую кто это такой играет международный мастер из и черными так здесь челябинский вариант и обратите внимание на следующий когда я я плохо разбираю в челябинском варианте я бы вот тут задумался над ходом ефт но следует три нуля блестящий ход если он е4 ферзь c7 слон f3 00 g3 роль b8 и дальше ставим воде по центру ферзь е3 конь b6 ферзь а6 коня 4 слон g4 d4 cd ферзь cd водя е8 водя е8 конь d4 очень смело потому что вроде бы следует шаг и вообще конь на 4 ну забирается еще одна пешка смотрите насколько точная сильная игра ферзь е5 и конь c6 ну черные ошиблись конечно же белые за 5 секунд нашли это двойный удар кстати обратите внимание над ходом водя д8 зачем-то думать 6 секунд и над ферзь е7 секунд некоторые некоторые расход времени когда на очевидными ходами заставляет задуматься о плохом но мы не будем ни о чем обсуждать баня ческом мы просто смотрим партии и наслаждаемся отличной игрой белых эта позиция конечно легко выиграться потому что тут три проходных пешки и все заканчивается достаточно быстро кстати обратите внимание что черные еще фигуру зевнули явно нуб играл из индии после партии с альяновым наверное вы поняли уровень игры белыми некоторые нубы не понимают с кем они играют уже видим 2 600 и вот это вот партия я думаю что причина бана вот именно в этой партии вы видите что белыми даниил играет против этого национального мастера джерри миккейн вот когда вы видите пешку это став и вот этот международный мастер он вернее национальный мастер он плохой человек потому что он взял отправил в античитерскую комиссию ссылку на эту партию ну прежде этим вот посмотрел на все эти проценты смотрите вот начиная с этой партии 99 процентов если вы внимательно посмотрите почти в каждой партии такой процент и за это белых заслуженно забанили ну это месть плохой человек мстительный потому что белые в эту партию сыграли очень хорошо давайте обратим внимание кстати d4 22 секунды ну ладно испанская партия и очень четкая игра начиная с этого хода е5 конь g4 слон g5 даниил играет максимально динамично ладья е1 пешка вы вроде подвисает но нет конь е5 конь е5 слон е5 какой ход слона 6 нет не слона 6 c3 мы играли только что максимально динамично теперь перекрыли слона слон g4 фиржи 4 слон h2 король f1 ну национальный мастер к сожалению зимнул этот ход и дальше партия заканчивается очень точно исполнение белых мат я почти все миниатюры из этих партий убрал ну эту я оставил потому что я думаю что тут не заслуженно человек пожаловался у тебя рассмотрим владислав мегур играет тоже дебют рассмотрим ладья d1 ферзи 7 ферзи 7 слон c5 очень точный ход h3 конь е6 слон е3 был выбор между слон е3 слон d6 a5 a3 ну черная вот обычно в таких позициях прыгают конем на f4 там конь h5 что-то пытаются замутить на королевском фланге ну в данном случае ничего не получается король h2 обратим внимание очень точный ход мы может быть сыграем g3 конь 6 h5 конь a4 и мы переходим на игру на другом фланге тоже особо над этим не задумываясь конь b6 естественно игра очень сильная белых и сейчас ход c5 оказывается что слону черных не так легко войти в игру ферзь е7 ферзь d2 ну и черным надо было уже играть слон е6 я не знаю почему они пропустили этот ход ну а вот в чем дело же 3 конь теряется после конь g7 все очень плохо ферзь d8 партия заканчивается потому что слон все равно теряется ну и последняя партия прямо во время партии черные получили бан думаю это не честно надо было доиграть партию до конца лондонская система ну и мы видим что нормальная игра черных вот этот план черных написан в книжке авруха и после этого мы видим что белые сыграли d5 ошибка и черные сразу пользуются этой ошибкой забирают эту пешку по моему замечательная игра в исполнении черных они наказывают за все ошибки тут вводя d7 переходим на игру по вертикали df подменимся кстати обратите внимание подмениваемся достаточно опасно потому что нельзя играть король же 7 веду конь f5 но все было рассчитано потому что 10 секунд отходом конь d5 а потом 7 секунд отходом конь f4 задумались так дальше конь d3 ладья е2 е5 вот и е4 я уже видел что когда вы можете надвигать пешки это надо делать это правило в очередной раз работает или очень мощного коня на опорном поле c3 дальше мы играем по вертикали а и после этого все очень точно взяли забрали вторую пешку оценка минус 7 ну что это он даст и resignation это значит я еще не думал что черные здесь сдались как вы думаете вот в такой позиции когда вы видите позицию оставалось 21 секунда черный ударили водя бьет b4 сдались я думал что часком забанил автоматически в этой позиции так что что я могу сказать по поводу этого игрока я думаю что вот когда он играл партию вчера со мной награла очень слабо он реально вот как в этих партиях может очень сильно играть в отдельных партиях ну а с ним у него не зашло я еще слабее игрок так что такой результат я ему проиграл пол на полтора имя двух партиях большой перевес ну что ж на этом все выводы сделайте как обычно сами и до новых встреч встреч